здравствуйте вы на канале flower world врачи рассказали о восьми целебных травах которые защищают наши легкие укрепляют их здоровье второе солодка сладкий корень многолетние растения относящиеся к семейству бобовых имеет высокий травянистый стебель его мощный корень достигает глубины 5 метров давая одновременно боковые ответвления прорастающие следующей весной новыми побегами поэтому солодка образует целые заросли особенно вдоль рек а корень уходящий глубоко в почву позволяет пережить растению засушливую пору если речь идет об использовании солодки в лечебных целях то имеется в виду солодка голая именно она получила второе название лакричник кроме этого распространены еще два вида солодка уральская растущая в восточной части средней азии она распространена на территории от урала до байкала и солодка коржинского растет в южной части русла волги казахстане и китай она также обладает целебными свойствами но отнесена к исчезающим видом и ее сбор запрещен в китае ее применяли как омолаживающее средство очищающая организм не зря восточные мудрецы ценили солодку наравне с женщинем солодка входит в состав многих сборов и препаратов от кашля что объясняется ее не только противокашливом отхаркивающим действием но и противовоспалительным ценится растение за мочегонное патагонное действие рассмотрим при каких болезнях используется корень лакричника он применяется в отварах настоях как самостоятельно так и в составе сборов также он входит в состав аптечных сиропов и сборов от кашля ее применяют для лечения кашля бронхиты и воспаление легких свойство понижать кислотность используется при заболеваниях желудка 12-перстной кишки с повышенной кислотностью слабительное воздействие помогает в борьбе с запорами лечению с лакрицией подаются начальные стадии гипертонии и сахарного диабета массе солодки используется при лечении дерматитов экземы и крапивницы вы были на канале flower world спасибо до новых встреч на канале